С недавних пор я перестал есть пельмени, потому что я перестал им доверять. И вот сегодня вместе с агропромышленным комплексом Профит мы вам покажем, какие пельмени надо есть. Какие пельмени вам готовит агропромышленный комплекс Профит. Ну, скажем так, вы видели тех котят, которые я практически отдаю бесплатно. Потому что себестоимость моих котят составляется из вот такого первосортного мяса. Я его режу им аккуратно, а себе уже косточки оставляю. Ну, ладно. Чего я не ем? Не ем я сейчас вот такую великолепную свинину. Потому что у меня холестерина очень большое количество. Хотя, ну, конечно, ем ее в кафе Салтана. И теперь мы будем все это загружать вот в эту мясорубочку такую небольшую, 10-киловаттную. Для того, чтобы потом вам приготовить вот такой... Ой, е-мое! 50-килограммовый час с мясом. Вот. Он уже потом вот здесь вот мешается вместе с солью и перцем. То есть Профит используют только натуральные продукты. Не знаю, как вас, но меня разнообразие полуфабрикатов непонятного качества просто достало. Мы опошлили блюда, которые традиционно являлись украшением стола. Не мы, естественно, потребители, а производители, добавляя низкосортное мясо и его заменители. Вот из такого мяса делаются пельмени Профита. Они из образей голов, хвостов и копыт. Все абсолютно и на 100% натуральное. Вас также достали разваливающиеся пельмени? А я вам скажу, что не факт, что то разваливающееся тесто сделано из муки твердых сортов с повышенной клейковиной. И та еще мука замешивается водой. И отвар с таких вот пельменей. Ничто иное, как клейстер. А отвар, а точнее бульон Профитовских пельменей. Чистка к слезам. А почему? Мы специально провели расследование, почему Профитовские пельмени имеют желтый цвет. Вот такое тесто. Так вот, тесто для пельменей действительно должно быть желтым. Почему? Потому что Профит берет натуральные яйца, а не яичный порошок. Вот что получается, если разбить 30-40 яиц. Вот так вот это все выглядит. Потом в мешалку. И получаем настоящее бабушкино тесто. Вот такое. Я сейчас попробую. Старое доброе бабушкино. Во всем нормальном мире все, что делается ручками, денег стоит. Потому что это очень тяжелая работа. Некоторые ставят автоматы, и пельмени, и все остальное там. Это либо бесформенная треугольная масса, либо гламурная лепнина с соевым наполнением. Потому что стоимость автоматов и крикливых коробок, заложенная в продукцию, вычитается из мяса. Эти магнитогорские руки красавиц-героинь вам делают все то, что ранее делали бабушки и мамы. Возможно, кто-то забыл. Но процедура лепки пельменей 10-15 лет назад предшествовала празднику. Новому году, дню рождения, либо юбилею. Праздник на каждый день, сегодня это ну никак не ужин, либо обед с пельменями. Углаздали мы повседневной низкосордицей исконно российское, советское. Такое наше праздничное блюдо. Но приобретая продукцию профита, вы возвращаетесь к давно забытому вкусу качества. Профитовские пельмени хороши и под перчиком, и с уксусом, и со сметанкой, и со сливочным маслом. Так как 20 лет назад кетчупы и майонезы были дефицитом. А мы пельмешки трескали, ум отъешь. Вот так она выглядит, автоматизированная линия по производству пельменей от фирмы Профит. Ну, скажем честно, мой личный рекорд, мой личный рекорд, это 1 тысяча пельменей. Я их сделал в свое время в 93-м году. После этого мне, правда, пришлось выпить литра два водки. Потому что это просто потрясающе тяжелая работа. Каждый из этих умелец делает по 4 тысячи штук пельменей, хинкалей, мантов, вареников в день. Ну, что нельзя сделать, чтобы накормить вас действительно качественными продуктами. Поэтому вот оно, настоящее чудо, сотворенное руками этих умелец, которое вам обязательно стоит попробовать. Продукцию Профита узнать легко. Это вот такие фирменные упаковки. Где ее приобрести? Вот подробный список. Почему эта продукция выглядит на ура? Да потому что деньги в производство вложены. И деньги немалые. Взять, к примеру, камеру шоковой заморозки. Ой, ядрёно корень, убегаю, убегаю. А, точнее, прах, прах. Минус 24, камера шоковой заморозки. Чтобы ваши пельмени, только что слепленные, не слиплись. Поэтому вот, потом так же их быстренько берете. Пельмешки от Профита не слипаются, в отличие от других. Вот так вот здесь относятся к работе. Магнитогорск – город многонациональный и многоконфессиональный. Естественно, это учитываться должно производителями полуфабрикатов. Агропромышленный комплекс Профит не забывает и христиан, и мусульман. И халяльные пельмени, и химкалии. И это тоже производится. Упаковывается либо в контейнеры, либо 900-граммовые пакеты. И, в общем-то, вывод после увиденного прост. В Магнитогорске есть фирма, относящаяся к производству продуктов питания для магнитогорцев с максимальным качеством. И производящая продукцию только из натурального сырья. Продукция эта имеет маркировку агропромышленного комплекса Профит. Вы все видели, вывод делать вам. Точнее, выбирать 100% натуральный продукт.